Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Где-то две недели назад, в такую же среду, мы с вами размышляли за первыми стихами 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Я сказал, если Господу будет угодно, то мы продолжим разбирать эту главу. И вот сегодня среда, вечер, середина недели, и, по милости Господа, мы опять здесь. Сегодня я хотел бы пригласить вас пройти дальше, вглубь этой 4 главы, и найти ответ на тот вопрос, который звучал в прошлый раз. Для чего или зачем Господь захотел собрать людей, верующих в Него воедино, под одно знамя, под одну главу, под одно звание. Если у вас есть Священное Писание сегодня с вами, я приглашаю вас открыть его вместе со мной и прочитать несколько стихов, которые написал апостол Павел в этой 4 главе 17 стиха. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, с 7 по 16 стихи включительно. Каждому же из нас, пишет Павел, дана благодать по мере дара Христова. В этом и сказано, вошел на высоту, пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он и не исходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть, и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся, всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. В этот вечер хочу обратить взор каждого из нас на другую сторону, на другую часть благодати и посмотреть, каким образом или как благодать помогает в этом процессе домостроительства Господней или домостроительства Тайны Божьей. И перед тем, как мы перейдем к прочитанному тексту, я всего лишь очень вкратце напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, послание к эфесянам – это емкий и глубокий труд, это серьезное наставление в вере, которое Павел написал, чтобы преподать начатки учения христианам, язычникам, которые находились в римской провинции Асии. Начиная с первого стиха, это четвертой главы, он делает такой призыв, серьезный призыв, чтобы верующие жили достойно своего звания, чтобы жили в соответствии с тем статусом, в котором они находятся. И так как Господь по своей премудрости задумал собрать всех вместе, чтобы все жили вместе, находились вместе, он и должен был научить их, как находить общий язык, как найти вот эту вот, если так можно сказать, жидкость, которая будет смазывать, как в двигателе, чтобы все работало плавно и хорошо. И вот он говорит о любви, вы должны иметь любовь между собою, чтобы эта группа не просто существовала, но чтобы она развивалась и росла, чтобы была гармония. И он говорит, живите в любви, имейте любовь друг к другу. Господу, как же, а также и Павлу, мне было секретом, что будет трудно находить общий язык, потому что, как и в любой другой семье, бывают моменты, где друг друга недопонимают, делаются ошибки, но в той или иной мере очень важный момент, очень важный элемент иметь любовь. Второе, о чем просит Павел или о чем пишет Павел в этой четвертой главе, о единстве, единства Духа. Он говорит, что всякий верующий, кто находится в теле, он должен быть един Духом, то есть быть Вадимым Духом Святым, как и все остальные, иметь тот же Дух, потому что одна вера, одна надежда, то есть другими словами, должны быть те же принципы, должны быть те же чувствования друг во друге, как и во Христе, должны быть те же важные цели в жизни, чтить, служить, поклоняться Господу и славить Его. И вот после этого, как он сделал этот призыв, автор говорит или возвращается к теме, о которой упоминал в третьей главе. И он возвращается и говорит о тайне, о тайне домостроительства. И начиная вот в четвертой главе, с седьмого по шестнадцатый, он дает объяснение, в чем состоит суть этого домостроительства. Зачем Господу вот задумалось, почему Он так решил, чтобы все, кто приходит к Нему, кто дает Его в свое сердце, в руки Его, чтобы они находились под одним, под одной главой и находились в теле. И вот в тринадцатом стихе Павел отвечает, посмотрите, достичь полноты, то есть состояние определенное. Я здесь записал цельность, законченность, содержательность, нераздельность, обширность и основательность, как все это есть в Иисусе. Достичь того мужа совершенного, то есть быть похожим как можно больше и больше на Сына Божьего. Итак, все, кто отозвался на призыв Христа, кто пришел к Нему, Он уже находится в теле, Он находится в церкви. И вот находясь здесь, есть нечто, что нужно сделать. И Бог хочет, чтобы каждый верующий возрастал, чтобы каждый верующий достигал того совершенства в каком-то процессе, в каком-то обучении, в каком-то движении. Но как этого достичь? Как достичь того высокого, зрелого, духовного возраста или уровня? Бог делает три таких главных шага. Первое, на что хочу обратить ваш взгляд, это Он уделяет каждому дары. Посмотрите, седьмой стих. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Бог по благодати каждому дает определенный дар. Что это за дары и как их понимать? Друзья, это такая большая тема. Не хватит времени, чтобы я очень коротко только скажу, что означает слово «дар» в этом стихе. Если посмотреть в подстрочник или в оригинал, слово «дар» означает «подарок» или «подношение». Если посмотреть во всем Священном Писании, где используется слово «дар», то можно сделать такой вывод, что дары относятся к некоему подарку или «дарованию», который дается извне, дается бесплатно и дается для определенной цели. К примеру, в Ветхом Завете в многих местах, когда мы находим слово «дар», оно подразумевает понятие «бесплатно», то есть не за деньги. В Новом Завете, когда мы находим слово «дар», когда вводим слово «дар» в поисковик, встречаются те места, где говорится о Духе Святом, как о даре, который дается бесплатно, незаслуженном подарке. Если смотреть в контекст этой четвертой главы, то слово «дар», оно есть осуществление тех вещей, тех дел, которые уверовавший не мог делать до покаяния. Я прочитаю для более понятного объяснения послание после Павла Коринфина в 12 главе он пишет так. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения Духов, иному разные языки, иному истолкования языков, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Я не буду останавливаться, разбирать, опять же, очень нужно много времени. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на суть этих даров, на природу, в чем состоят или где они применяются. Вот этот смысл, слово «дар» используется и в этой четвертой главе. Еще можно сказать, что человек оснащается неким дарованием, который впоследствии станет призванием для служения. Иногда может показаться, что в церкви Христовой не у всех есть дары. У кого-то есть, у кого-то по два, по три, у кого-то ни одного. Но на самом деле, друзья, это не так, потому что в начале седьмого стиха Павел пишет «каждому из нас». И когда он говорит «из нас», он подразумевает и сопричисляет себе к остальным. К остальным, которые, может быть, не были евангелистами, к остальным, которые, может быть, не были пасторами и так далее. То есть все, кто приходит ко Христу, каждый получает дар и бездарных нету. Тело же не из одного члена, пишет Павел в этой же 12 главе 1 Коринфянам, но из многих. Если нога скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где и обаяние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Итак, важный момент. Человек, когда приходит ко Христу, он получает дар. Очень важно заметить, что он не может сам взять себе, что хочет, что ему нравится, что ему ближе по сердцу, но Дух дает как ему угодно. И человеку не остается ничего, как только согласиться, принять и употреблять его. Все же сие производит один и тот же Дух. Книга Деяний, 8 глава, говорит о некоем Симонне, если вы помните, который волхвовал и изумлял народ, и когда он увидел, что апостолы пришли и словозложением рук дали Духа Святого, он захотел приобрести его, этот Дух, за деньги. То есть, Дух, дары невозможно получить собственной силой. Они не наши, и они приходят извне. И человек должен только принять и использовать. итак, для домостроительства тела Христова посредством Духа Святого, говорится, дается, то есть, каждому определенные дары. Теперь вопрос, что делать с ними? И здесь я хочу обратить ваш взгляд на второй важный момент. Господь дает дары, а потом ставит или поставляет на служение. 11 стих. И он, то есть, Бог или Дух Святой, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Когда христианин получает тот или иной дар, который дается ему, он должен употребить его, он должен использовать его на определенную цель, на определенное дело. И здесь стоит слово служение. К большому сожалению, очень часто мы видим эту печальную картину, что не всегда тот, кто пообращается ко Христу, использует этот дар по назначению. Но бывает и хуже, вы знаете, когда используется этот дар не по назначению, когда есть скрытые нехорошие мотивы. И вот как правило результат таких действий есть не созидание, как написано в 11 стихе, но разрушение. Один простой пример. В середине 15 века, перед тем, как начать свое реформаторское движение в отделении от католической церкви, Мартин Лютер по особенным делам был отправлен в Рим на то время. Он никогда там не был, но был очень рад поехать увидеть, как они назывались, Святой Рим. И вот, когда он приехал туда, когда он увидел жизнь там, когда он увидел, как живут люди, он пришел в ужас, он устрашился, он остался ошеломленным после этого. Он увидел легкомыслие священников, он увидел их распущенность, кощунство пресвятеров, он увидел, что многие за особую добродетель ищут воздаяние у женщин, он увидел, что деньги являются главным ручагом управления, и когда он это все увидел, он убедился в той народной поговорке, которая была на то время. Люди говорили так, если ад существует, то Рим стоит на нем. Это очень плохой пример, когда Бог дает дары, но люди используют не по назначению, когда не идет созидание, но идет разрушение. Апостол Павел в Римлянам 12 главе пишет, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Богу делил, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествой по мере веры, имеешь ли служение пребывай в служении, учители в учении, увещеватели увещевай, раздаватели раздавай в простоте, начальники начальству и с усердием, благотворители благотвори с радушием». Бог, когда призывает к себе человека, Он дает ему дары, а потом Он ставит его на служение для домостроительства благодати Божией. И очень важно, чтобы человек употреблял по назначению. Иисус Христос, когда был здесь на земле, Он показал очень хороший пример, Он показал правильный пример. И первое, кто увидел, это были ученики, когда Он исцелял больных, когда Он кормил голодных, когда Он освобождал скованных, когда Он умывал ноги. Он воплотился не для того, чтобы творить свою волю, хотя как человек Он мог бы сделать, но Он пришел, чтобы исполнить волю пославшего Его, совершить тот план, ту миссию, на которую бы послан. Он исполнил полностью и во всем волю Отца. И третье, даются дары, призываются на служение, третье, совершенствование и созидание тела. Одиннадцатый стих, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Итак, этот третий, последний момент, очень важный, является основанием, является целью, намерением миссии каждого из нас служить для созидания тела. И вот совершенствование или возраст этого мужа совершенного, это есть результат. Это есть результат тех усилий, которые употребляются, того терпения, той любви, всего того, что делают верующие. И сложно, сложно работать с людьми. Павел говорит, имейте любовь между собой. Почему Бог собрал нас вместе? Почему мы нужны друг другу? Мы нужны друг другу, чтобы помогать, чтобы быть соучастниками в этом процессе домостроительства, быть сопричастниками в делах и планах Господа. Часто слышится вопрос, а что плохого, если я буду на служении, но на расстоянии? Что плохого, если я буду участвовать в жизни церкви через телевизор, через прямую трансляцию? Зачем мне приходить сюда? Почему служители хотят, чтобы я был вовлечен в жизнь поместной церкви? Я не хочу быть привязанным. Эти вопросы и подобные им не говорят о любви человека к служению, но, скорее всего, они говорят о том, что человек хочет оправдать свои эгоистические желания, послужить себе, поставить себя в первую очередь, а остальных это потом. Но Бог задумал, чтобы здесь все служили друг другу. Другой важный момент, на который я хочу обратить в ваш взгляд, это собственный рост. Читая тринадцатый стих, может показаться, что только те, которые что-то делают или употребляют, да и только те растут духовно. Но это не так, потому что шестнадцатый стих говорит так, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, обратите внимание, получает приращение для созидания самого себя. И так, когда мы служим тем даром, который Бог, который Дух Святой наделил нас, мы не просто стараемся, чтобы другие вокруг нас возрастали, но и сами получаем созидание и приращение. Активно участвуя в работе в плане на той ниве, которую Бог поставил, мы используем свои дары и мы делаем, совершаем это дело и чувствуем себя, что мы исполнили свое намерение. Мы удовлетворены внутренне, мы радостны, и Бог дает эту радость в сердце. Мы исполнили свое призвание. Но, к большому сожалению, за последние полтора года, два, сатане очень хорошо удалось остановить этот процесс, потому что было время, когда церкви были закрыты, невозможно было приходить, невозможно было вместе поклоняться, славить Господа. Но мы знаем, что здесь, когда мы приходим физически, мы получаем большое благословение, когда вместе, в одном духе, в одной любви, в вере, в надежде, вместе славим, молимся, поклоняемся Ему. Но сатана пытается остановить это. Апостол Петр в первом своем послании в 4 главе пишет «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Говорит ли кто, говори, как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава и во веки веков. Аминь. Последнее, на что я хочу обратить ваш взгляд, слова «доколе придем?» Павел говорит «доколе придем?» О чем это говорит нам сегодня? Что процесс домостроительства тайны или благодати Божьей это не дело одного часа, это не дело одного дня, одного праздника, одного года, но это процесс, который длится долгое время. Сколько нужно для новообращенного человека достичь зрелого духовного возраста? Год. Мы в церкви практикуются и мы делаем учения, подготавливаем новообращенных, тех, кто хочет принять крещение, кто решил идти за Христом, принять водное крещение, три месяца, четыре подготовки, сколько нужно, чтобы достичь полного возраста Христова? Четверть века или полжизни или всю жизнь? Я думаю, каждый из нас, смотря самого на себя, признается, что даже если за нашими плечами есть 10 лет, 15 лет вхождения из-за Господа, он все равно есть над чем работать, не так ли? все равно есть над чем работать. И Бог хочет, чтобы в цели Его этот процесс был более успешным. Павел говорит, говорю, так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, домостроительство Господне – это та благодать, которая была дана каждому из нас, через который каждый уверовавший может достичь духовного зрелого возраста этого мужа совершенного, служа другим, трудясь на Ниве Божьей. И здесь не подразумевается только миссионерское служение, здесь не подразумевается только детское. Все. Дух Святой дает дары как Ему угодно. И каждый получает Его для дела служение. Каждый важен для того, чтобы в конечном итоге, как говорил и учил Иисус Христос, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Итак, три вещи. Бог удаляет каждому дары, Он призывает и ставит на служение и созидает тело Христово. Пусть Бог благословит каждого из нас, кто пришел и находится в теле Его, и использовать свои дары по назначению, и использовать их активно. Правильно, потому что Бог будет спрашивать, как ты использовал тот дар, как ты послужил мне, что ты сделал. Пусть Бог благословит в этом. Аминь. Давайте мы будем молиться. субтитры и субтитры и субтитры и субтитры